Всем привет, друзья! Я часто спрашиваю вас в инстаграме, какие темы, какие видосы вы хотите видеть на канале. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в выборе этих видосов, то обязательно подписывайтесь в мой инстаграм, а мы начинаем. Полетели! Сегодняшняя тема, как начать заниматься в зале после долгого перерыва. Вот человек забил на тренировки, до этого он нормально занимался, но потом забил на полгода, на два месяца, на год и так далее. Как заниматься в этом случае снова? Давайте начнем без лишней воды. Если вы не занимались давно, то вы приходите в зал и не нужно долбить там по 4, 5, 6, 7 раз в неделю. Естественно, нужно заниматься по 2-3 раза максимум в неделю. И легкие тренировки. Ребят, для восстановления обычно требуется, наверное, половина от того времени, которое вы не занимались. Допустим, если вы не занимались 6 месяцев, полгода, то вам нужно примерно 3 месяца, чтобы восстановиться. Под восстановлением подразумевается восстановление своих силовых показателей, восстановление своей формы. Вот такое вот. Обязательно, обязательно делайте разминку перед тренировкой, потому что мышцы, связки, сухожилия утратили свои свойства, которые были ранее, когда вы тренировались. Ну, постоянно, регулярно. У долгого перерыва, кстати, есть огромный плюс. Плюс заключается в том, что вы можете пересмотреть свою программу тренировок. Потому что, если вы раньше занимались там по одной программе долго, у вас мышцы привыкли и так далее, уже не развивались, не прогрессировали, то, когда вы сделали перерыв, вы можете прийти в зал и начать все с нуля. То есть, получается, вы перерабатываете свою программу тренировок и начинаете с нуля уже по новой. Вы должны разделить свои группы мышц, которые будете прокачивать по тренировкам. Допустим, понедельник, среда, пятница. Вы можете прокачивать по две группы мышц. Допустим, двух-трех упражнений вполне достаточно на одну группу мышц. Делайте по одному, два, три подхода. То есть, сначала начинаете полигоньку. То есть, как вы пришли в зал, не надо долбить сразу же там 100 килограмм. Да вы и не сможете, потому что у вас силовые упали. А начинаете вовлекаться как новичок. То есть, с нуля выше, выше, выше и доходите до своего пика. Это постепенно. Я лично пришел после двухнедельного перерыва в зал и делал так. В понедельник я качал грудь, а также бицепс. Сначала я делал жим лежа и жим гантелей лежа. А потом на бицепсе я делал подъемы на скоте и подъемы гантель стоя. Что я делал? Я делал сначала базовые упражнения, а потом добивал с маленьким весом. В среду я делал жим ногами и разгибание ног на тренажере блочном. А также я делал упражнения на трицепс. Это разгибание из-за головы с гантелей и разгибание на блоке. Также, как вы видите, более базовые упражнения я сначала делаю, а потом добиваю уже с более маленькими весами, чтобы проработать мышцу. И в пятницу это подтягивания были и гиперэкстензия. Немножко прокачал спину. Вводная такая тренировочка была. А также это были отжимания на брусьях. Тоже прокачал немножко грудочок, трицепс. Хорошее упражнение. Советую, особенно со своим весом. Как я и сказал ранее, когда вы приходите заново в зал, давно не занимались, приходите и начинаете с нуля. Вы прям такой же, как и новичок. Чем отличается, ну, спортсмен, который занимался от новичка? Тем, что у него есть знания. Но эти знания всегда могут быть помехой. Потому что, если вы до этого жали там 150 килограмм в жиме лежа, а теперь придете и попытаетесь пожать 150 килограмм в первый день тренировок, то вы покалечитесь. Вот такие вот дела. То есть вы должны начинать с маленьких весов, желательно со своего веса, так же, как и делают новички. Ну, а теперь, когда я потренировался так по лайту, скажем, недельку, то я начинаю тренироваться по своей программе для зала, для набора массы. Если вы тоже хотите тренироваться вместе со мной, то заходите на сайт archomorys.com, покупайте программу, будем тренироваться вместе, восстанавливать нашу форму. В чем состоит прикол тренировок? Вы, когда приходите в зал, вы начинаете с нуля, и вы должны постепенно наращивать свои рабочие веса. Получается 40 килограмм, 45, 50 и так далее. В жиме, допустим, да? Но и так же это все работает для всех остальных упражнений. Вы не должны сразу же брать максимальные веса, с которыми вы работали, допустим, год назад. Вы должны начинать как новичок. Бам-бам-бам по ступенькам. Друзья, так же такая тема может быть, что человек ничего не ел, его тошнило, рвало, понос был и так далее. Долгий промежуток времени. Естественно, при таких симптомах нужно обязательно восстанавливать микроэлементы, витамины в организме, потому что они вымываются с помощью вот этих перечисленных факторов, которые я перечислил ранее. Вот. То есть вы должны пить глюкозамин, хондроэтин, МСМ. Это можно вместе купить в одной таблетке. Так же омегу-3, воды больше пить. Почему? Потому что если вы пойдете на тренировку, то у вас могут начать болеть суставы, могут порваться мышцы, потому что они не будут такие эластичные, как я и сказал, потому что вымываются все элементы из организма, и это очень плохо. Так же очень важный совет. Не работайте на износ, а оставляйте силы про запас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...